Я сегодня на Пленуме сказал, что я уверен, что завтра должен быть второй тур. Почему? Потому что мы точно набрали больше 15% и даже больше 30%. И сам ЦИК, кстати, это подтвердил, когда эти экзит-пулы публиковал, потом снял это все. И то, что я сейчас слушаю, с Северной Осетии сегодня приезжали наблюдатели из Дагестана, из любой территории, из Москвы, как на самом деле проводились выборы, что это были нечестные выборы, что считали неправильно, знают уже все без исключения. И только нечестный человек может сказать, что выборы прошли или посчитанные голоса были так, как они должны были быть посчитаны. Поэтому я не признал результатов вот этих 11-7. Я признал, что, конечно, у нашего нынешнего президента, который выиграл выборы, большое количество сторонников. Тут нет вопросов. Я признал в том, что действительно грязь, которую лили на меня, частично, особенно те, кто смотрит только телевизор, сработала. Это точно. Я не признаю эти выборы честными. Я не признаю, что результат был именно такой, какой сейчас в ЦИК опубликован. И я не признаю то, что у нас этот процесс, вот этот выборный, соответствует каким-то нормам. Он ненормальный. Но другое дело, что получилось, то получилось. Вы знаете, после драки кулаками махать бесполезно. Я собрел усы не потому, что я согласен с этим результатом, а потому, что я обещал, а дополнительных условий не было. И поскольку формально опубликовали, я это сделал. Хотя я считаю, что дуть должен был побриться, причем два раза. Потому что там больше 30 у нас было. Ну, что получилось, то получилось. Я не могу комментировать слова Геннадия Ильича, потому что я их не слышал. Но то, что я слышал, речь шла о другом. О том, что у нас у КПРФ и вообще в России будет больше 30 компаний различных. В том числе и выборы губернаторов, и законодательных собраний. И в этих выборах КПРФ планирует участвовать. А я, как теперь уже вроде как связанный с партией человек, могу участвовать, конечно, в разных компаниях. Как агитатор, как человек, который не обязательно как кандидат. У нас же у всех есть активное и пассивное право избирательное. Как человек, который поддерживает, который может давать комментарии, как доверенное лицо многих кандидатов. Поэтому мера моего участия в выборах пока не определена. Но сотрудничество между беспартийным Грудининым и КПРФ будет продолжено, расширено. Так же, кстати, как они собираются продолжать сотрудничество. Я сегодня тоже слышал вступление Геннадия Ильича с национально-патриотическими силами, с Ревым фронтом, со многими другими движениями, которые единым фронтом шли на выборы президента. Это сотрудничество продолжится. Я так понимаю слова Геннадия Ильича Зюганова. Конечно, можно найти дебила какого-то и потом комментировать его дебильные высказы. Вы понимаете? Я вижу эту проблему, в том числе и центральных каналов. Потому что берут каких-то людей, которые ничего из себя не представляют, ничего не знают. И после этого сажают их в студии. И они какую-то ересь несут, а дальше друг друга начинают комментировать. Создает такое впечатление, что группа идиотов, она как будто вот... И они еще себя считают экспертами. А когда ты спрашиваешь, а что они себя представляют? Откуда они взялись? Где они учились? Какие у них вообще достижения в жизни? Я вот пытался понять, вот есть там как Габрелянов, да? Он какую-то ересь несет. Он говорит, а я должен это все комментировать? Ну, нет, и я-то вижу это по-другому. У нас все было нормально. Мы выигрывали все суды, и все было правильно. Мы все сделали по закону. У нас никогда не было никаких проблем. А потом, после того, как я пошел, а это был шаг для бизнесмена, фактически, ну, знаете, в России бизнесмен, чтобы он решился пойти в политику, это надо быть вот или совершенно бесстрашным, или абсолютно глупым. И я был абсолютно убежден, что у власти хватит мозгов не использовать вот этот вот, был бы человек, а статья найдется. А власть оказалась, ну, скажем так, неуверенной в собственных силах, и она, на всякий случай, начала мочить совхоз, меня. То есть, она показала свою слабость, не более чем. И сидят вот куча обслуживающих вот этих вот, скажем так, как бы их так мягко назвать, хлуев на деньгах, которые платит власть администрации президента, не знаю, кто там их содержит. И они с умным видом дают какие-то умозаключения, которые надо потом комментировать. А что тут комментировать? Вот, поэтому я не буду комментировать. Единственное, что вижу, что когда судебная власть, исполнительная власть, а также четвертая власть, я имею в виду, пресса, пресса, все это соединяются в одно, то получается такой конгломерат. То есть, с одной стороны дали команду мочить по центральным каналам, с другой стороны дали денег вот таким, как этот, как вы там его назвали, не помню, в общем, неважно, кто это, чтобы они с умным видом что-то там комментировали, а потом все ждут от меня каких-то комментариев. Слушайте, я бы им на возохранилище не дал командовать, они бы или пропили его, или упустили бы все. Это люди, которые ничего не умеют, ничего не могут, но сидят и за деньги какую-то ересь несут. Поэтому я не думаю, что нужно комментировать. Понимаете, всем было очень тяжело. Ну, правда, действительно, никто не ожидал, что такое количество грязи, там каких-то вообще абсолютно неправдимой информации будет вылета. и как-то мой старший сын пришел и сказал, папа, зачем все это надо? И действительно, я ему, то есть я ему сказал, слушай, никто не ожидал. Он просто так испугалась власть. Мы просто представить себе не могли, что это будет. Но уж если ты начал, ты должен закончить этот процесс. Хотя всем было очень тяжело, и все попали под удар. И мои друзья, и мои родственники, и все это стойко вынесли. Надо сказать, что я ни в ком не разочаровался, и никто не разочарался во мне. Вопрос в другом. Понимаете, много же мифов, и не всегда все объяснишь. И у меня есть такой один товарищ, не он, а она женщина, которой не понравилась моя позиция по Сталину. Причем я же, знаете, когда тебе задают вопрос, кто из лидеров нашей страны за последние сто лет является лучшим, ты выбираешь между Сталином, Хрущевым, Брежневым, Путиным, Андроповым, Черненко, и говоришь того, кто, на твой взгляд, достиг лучших результатов. Ну, если вы сами попробуете это сделать, вы начнете, опять же, говорить, что тот, кто выиграл войну, лучший. Но журналисты, ваши коллеги, все это импортируют несколько по-другому. И этот человек, который пострадал, и на его семья пострадала от Сталина, сказал, что вот я считаю, что Грудин в этом отношении неправ, и я вроде бы как разорву с ним отношения. Но я думаю, что через несколько времени я просто приду к этому человеку, которому я очень дорожу и очень его уважаю, и скажу, что, знаете, вы меня, может, неправильно поняли, и попробую объясниться. Ну, поймет, поймет, не поймет, ну, что делать. В этой жизни бывает такое. Но политика не должна мешать личным отношениям. Это надо понимать. И люди, которые разочаровались во мне, ну, значит, ничего не сделаешь. Таких, кстати, я пока не знаю. А люди, которые стойко выносили все эти вот совместные тяготы, ну, спасибо им большое. Они еще раз доказали, что я в них не ошибся, и они во мне не ошиблись. Ну, честно, вот, я убежден в том, что я провел кампанию честно. То есть, я говорил правду, я не кривил душой, я высказывал собственное мнение, пусть оно кому-то и не нравится. Вот. И люди, которые меня воспринимают как человека вот такого, значит, они никуда от меня не ушли, не отвернулись. Ну, вместе трудности объединяет, знаете, да, общее дело. Ну, хотя, вот, вы говорите о совхозе, конечно, многим, ну, лишние трудности зачем? Мы так хорошо жили, спокойно. Знаете, там, у нас были планы. Сейчас вот мы попали под рейдерский захват, под вот эти вот, скажем так, фейковые новости. Кстати, все пенсионеры меня поддержали. И вот то, что у нас на нашем избирательном участке я получил большинство, несмотря на то, что власть нагнала сюда всяких голосовующих второй-третий раз, значит, все равно мы же победили. Тут это ясно, что меня поддерживают не только мои работники, но и члены их семей, и люди, которые здесь живут. В общем, все-все-все. Бюджетники, в том числе, учителя, врачи. Поэтому я уверен, что у нас все хорошо будет. Ну, во-первых, в одну воду в два раза не входит, вы же понимаете, да? Ну, я думаю, что да, потому что вот этот принцип «А если не я, то кто?» И вот тут вот надо понять, что все, что сделано, сделано. Просто надо было к этому лучше готовиться. У нас просто не хватило времени. Многие вопросы, там, кстати, в том числе и юристы, которые готовили материалы, они ошиблись, это было видно. Но все равно этот путь, я считаю, правильный. И, кстати, знаете, плюс какой? Я узнал Россию. Такое количество людей, которых действительно, ради которых стоит, скажем так, пойти вот на это, очень честных, чистых, которые ждали перемен к лучшему, они сейчас до сих пор приходят. Знаете, какое количество писем я получаю после этого? В том числе со словами благодарности. Поэтому ничего не пропало зря. Все на самом деле сделано было правильно. Можно было сделать еще лучше. Ну, за одного битого, двух небитых, я сегодня сказал об этом. Поэтому будем работать дальше, в том числе и над собой. Не, ну, мне как одним словом не скажут. Я, конечно, социалист. Вот если, да. Другое дело, что есть разные формы социализма. И есть разные пусть и достижения целей. И мне ближе там какой-нибудь шведский, финский социализм, чем какой-то другой. А вот другое дело, что я за свободу, равенство, братство, за справедливость. Ну, а что получается, то получается, вы знаете. Мы построили территорию социального оптимизма. Я говорю, слушайте, вот если бы показывали фильм «Крым», например, да, а потом сразу показали фильм про совхоз «Территория социального оптимизма», слушайте, они хоть 90% написали бы там. На самом деле было все по-другому. Потому что мы своей жизнью, я имею в виду мой коллектив, и я, доказали, что даже в очень сложных кислотных условиях для нормальных людей можно построить в отдельно взятой территории ну, территорию такой социального оптимизма. И у нас это получилось. И никто вот не может спорить. Вы можете набрать тысячу политологов, которые рассказывают, что там что-то украл, где-то там ему что-то недоплатил. Глупости. Вот, пожалуйста, придут и пойдут вместе со мной по улице. И встретят первую попавшуюся бабушку, и спрашивают, ну как это? И она скажет ему, слушай, у нас все хорошо. Нам бы еще, чтобы государство нас так же заботилось, как директора совхоза, ну, вообще бы, скажем так, жили, как у Христа за пасху. Вот и все. Я как-то выступал в начале избирательной кампании в одном институте в московском. И когда меня спросили, какая самая большая проблема в России, я сказал, что, знаете, мне кажется, техногенные катастрофы — это вот эта самая большая проблема. И буквально через два месяца произошло вот событие в Кемерово. И одновременно с этим произошли события в Московской области. Но такие же события назревают во всех регионах. Мы проехали больше 18 регионов. Если считать Москва и область, это 20 регионов. И везде одни и те же проблемы. Экологические проблемы — это одни из самых острых проблем, потому что мы фактически сами, я имею в виду, власть сами своими силами, не кто-то нам, а сделали такие биобомбы, я имею в виду, вот эти вот ЦБК, которые оставили отходы, химические комбинаты, которые не утилизировали свои отходы и тоже их оставили. Ситуация в Воронеже с Хопром, когда идет радиоактивная вода, и никто ничего не делает для того, чтобы остановить этот процесс. Все еще думают, что никель будут добывать, а это убьет все Черноземье и, может быть, даже весь юг России. И все, что делает сейчас власть, это такое ощущение, что они как будто завтра умирать. После нас хоть потоп. Никто не думает о будущем. Вот эта ситуация сегодня с экологией в Московской области, в Москве, это прямое подтверждение моих слов. Когда люди 20 лет назад должны были начать разбираться с отходами, они вместо этого создали фирмы, которые отсасывают деньги, а на эти деньги ничего для того, чтобы улучшить экологию или хотя бы оставить ее на прежнем уровне, не сделают. И теперь это проблема будущих поколений, потому что валить этот мусор без бетонных оснований, без решения свалочных газов, куда их утилизировать, фильтрата, который попадает в почву и заражает воду, а потом это все через подземные источники водоснабжения попадает к нам. Это все недальновидные, а может быть, даже иногда преступные действия властей. И люди поняли, что никто им не поможет, кроме них самих. И собрались на конгресс, и говорят, что с властью надо разговаривать. И, кстати, я не сторонник того, чтобы сделать это политическими требованиями. Это другое. Это гражданское общество обеспокоено отсутствием какой-то программы власти. Обеспокоено тем, что командуют не специалисты, где не слушают Академию наук, не думают о будущем. Я же неоднократно говорил, что управлять значит предвидеть. Это должны были предвидеть. Но поскольку к власти пришли люди некомпетентные, непрофессиональные, еще и вороватые, думающие только о своем кармане, и в результате мы получили то, что мы получили. Если сейчас они сделают что-то, то детям и внукам жить будет просто невозможно. На той территории, где мы жили все время. Поэтому обеспокоенные люди собрались, и мы готовы поддерживать. Тем более, что начиналось это все как в предвыборной кампании. Они обратились к кандидату в президенты. Но я и без этого понимаю. Потому что, ну, хорошо, президентская гонка закончилась, а я председатель совета депутатов городского поселения. А я директор совхоза, который страдает, в том числе, от экологии. Потому что воду-то мы берем откуда? Для того, чтобы поливать свои поля, мы берем воду из Москвы реки. А там плывет то, что, извините меня, плыть не должно. Мы вот мучаемся. Кругом нас губернатор разрешил строить большое количество объектов. Ну, я имею в виду мегагород, например, лесное. А мы смотрим, а этот мегагород скидывает канализацию через локальные очистные сооружения, прям водные источники, из которых мы берем воду для полива. Или, например, у нас все поля завалены свалкой, потому что он не организовал вывоз мусора. А в результате мы в садах получили кучи мусора, которые весной вывозим. А мало того, нас еще за это штрафуют. Мы вынуждены были поставить бетонный забор. Это бешеные деньги. А почему мы должны это делать? Хотя, на самом деле, если бы 20 лет назад начали, или хотя бы после того, как он взял полномочия на себя 3 года назад, то, может быть, эта ситуация с мусором, если бы он занимался не пиаром, а решением этой проблемы, давно была решена. Потому что недавно совершенно приходили экологи, которые говорят, что, чтобы решить вопрос кучинской свалки, нужно всего-то 200 миллионов. И наша технология, где бурятся скважины, выпускаются туда бактерии, и вся органика, которая выпускает этот газ, который свалочный фильтрат дает, вся органика бактериями разрушается, и останутся только неорганические вещи. То есть на 30% уменьшается тело самого этого саргофака, и после этого такой опасности для экологии это уже не несет. Но это надо было, скажем так, дать им 200 миллионов. А я говорю, а почему вас не поддержали? Он говорит, да потому что полтора миллиарда выделены, и эти деньги опять, скажем так, откаты, распилы, заносы, вот и все. Власть должна думать о людях, а она думает о том, как украсть и как, скажем так, решить свои внутренние проблемы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!